О нет! Трое друзей Кайл, Гарри и Черри заперты в отдельных клетках на необитаемом острове посреди озера. На клетке Кайла лежит огромная глыба льда. На клетке Гарри стоит бак с горячей водой. Только люк клетки Черри заперт. И металлический замок довольно тяжелый. Ключ находится в клетке Кайла. Сможете ли вы найти способ спасти трех друзей? Сейчас день. И судя по их одежде, погода жаркая. Поэтому лед над клеткой Кайла скоро растает. Он сможет взять ключ и сбежать через люк в верхней части клетки. Что касается горячей воды, то со временем она остынет. После этого Гарри сможет сбежать через люк наверху клетки, присоединившись к Кайлу. Затем они смогут отпереть клетку Черри. Отлично! Ребята освобождены из клеток. Они начинают искать способ сбежать и находят три варианта. Они могут попытаться уехать на этой старой машине, дойти до ближайшей деревни и попросить помощи, или воспользоваться лодкой, которая плавает недалеко от берега. Сможете ли вы помочь им выбрать лучший вариант? Это необитаемый остров посреди озера, помните? Первые два варианта просто не имеют смысла. Ребята берут лодку и добираются до материка к полуночи. К счастью, они находят заброшенную хижину, чтобы переночевать. Но в ней есть только одна спичка. В хижине есть масляная лампа, камин и печь. Что нужно зажечь в первую очередь? Спичку! На следующее утро Кайл просыпается раньше всех. Гарри и Черри еще спят. Он решает отправиться исследовать окрестности. Вскоре Кайл находит новенький самолет. Он тут же садится за штурвал, чтобы забрать своих друзей и улететь из этого проклятого леса. Но внезапно появляется владелец транспортного средства. Он выталкивает Кайла из самолета без парашюта. Под ним только твердая земля. Но Кайлу удается выжить. Как? Самолет стоит на земле. Черри просыпается второй и решает пойти собрать ягоды на завтрак. Она находит три куста с разными видами ягод. Но только один из них безопасный. Можете ли вы угадать, какой? Давайте взглянем на первый куст. Хотя малина съедобна, внутри куста прячется скорпион. Так что Черри стоит держаться от него подальше. На втором кусте куча красивых ягод. Но вокруг куста нет следов животных. Так что, вероятно, они ядовиты. Что касается третьего варианта, это обычный куст крыжовника. Вокруг него есть следы животных. Кажется, он довольно надежен. Наконец просыпается Гарри. Он понимает, что комната охвачена огнем, и он в ловушке. Дым мешает ему увидеть окна. И дверь тоже заблокирована огнем. Пожарные уже в пути. Но ему нужно быстро соображать, чтобы выжить, пока он ждет помощи. Гарри придумывает четыре варианта. Лечь на пол и оставаться как можно ниже. Сесть на стул и держаться ближе к потолку. Раздеться, чтобы было прохладнее. Или спрятаться под столом. Сможете ли вы помочь ему найти лучшее решение? Гарри должен оставаться ближе к земле. Так он будет лучше защищен от дыма. Местные жители спасают Гарри и Черри из огня и делают их своими пленниками. Но вскоре им становится скучно, и они решают предложить ребятам шанс сбежать. Гарри и Черри помещают по разным сторонам одной комнаты. Оба друга стоят лицом к стене. Задача написать на листке бумаги число от 10 тысяч до миллиона, не зная, что написал другой человек. Если два числа окажутся разными, Гарри и Черри останутся пленниками навсегда. Но если они напишут одно и то же число, местные жители освободят их. К сожалению, их уши заткнуты наушниками с громкой музыкой. Поэтому общаться они могут только с помощью языка жестов. Кроме того, их ноги прикованы к земле, поэтому они не могут повернуться. Но несмотря на это, им удалось написать одно и то же число. Как? На стенах были окна, поэтому Гарри и Черри могли видеть друг друга в отражении стекла. Они могли легко общаться с помощью языка жестов. Тем временем Кайл в одиночку путешествует по джунглям, пытаясь найти своих друзей. Он заглядывает в свою бутылку с фильтром. Плохие новости, вода почти закончилась. Побродив вокруг, он находит четыре источника воды. Сочный кактус, пруд с соленой морской водой, прозрачное тихое озеро и илистый ручей. Какой источник воды должен выбрать Кайл? Большинство кактусов ядовиты, поэтому вместо того, чтобы бороться с жаждой, Кайл получит боль в желудке. Соленая морская вода вызовет у него обезвоживание. Застойная вода из тихого озера наверняка кишит всевозможными бактериями. Поэтому лучшим выбором будет и листый ручей. В нем нет ничего такого, что не смогла бы нейтрализовать бутылка с фильтром для воды Кайла. Кайл продолжает свой путь. Вдруг он замечает крокодила и приходит в ужас. Вы тоже его видите? Крокодил здесь. Кайл пытается сбежать, но джунгли полны других диких животных. У него есть только два варианта. Плыть на моторной лодке через озеро, где он видел крокодила. Или плыть на обычной лодке через реку Акул. Можете помочь ему выбрать лучший вариант. Кайл должен выбрать второй вариант. Акулы не водятся в реках, так что это просто крутое название. Тем временем Гарри и Черри гуляют в горах. Они находят пещеру и решают исследовать ее. Внезапно земля начинает дрожать, и падающие камни преграждают им путь наружу. Ребята бродят вокруг и находят три туннеля. В первом тоннеле их поджидает голодный горный лев. Он ел уже два года. Второй туннель кишит неизвестными плотоядными насекомыми. Они любят полакомиться всеми видами млекопитающих, в том числе и людьми. А третий проход охраняет опасный беглый преступник. Он готов избавиться от любых свидетелей, лишь бы снова не попасть в тюрьму. Какой путь более или менее безопасен? Ребята должны выбрать первый проход. Горные львы не могут жить два года без еды. Гарри и Черри продолжают идти. Они спорят о возможностях человеческого тела и заключают пари. Гарри отправится в Антарктиду, а Черри поедет в пустыню Сахара. Оба попытаются выжить в этих местах в течение трех дней без какой-либо крыши над головой или одежды, но с достаточным количеством еды и воды. У кого больше шансов на выживание? В Антарктиде температура всегда очень низкая. И без укрытия Гарри превратился бы в ледяную статую меньше, чем за день. С другой стороны, в Сахаре сильная жара только днем. Ночью там довольно прохладно. И запас воды поможет Черри бороться с обезвоживанием. Гарри и Черри достигают вершины горы. Внезапно они замечают в лесу Кайла. К сожалению, горная дорога очень избилистая. Есть три возможных маршрута, которые ребята могут выбрать, чтобы добраться до Кайла. Можете ли вы помочь им выбрать лучший вариант? Только третий маршрут на самом деле ведет Кайлу. Наконец, Кайл, Гарри и Черри воссоединяются. Ребята подходят к гавани в надежде найти судно, чтобы вернуться домой. К счастью, они встречают семью из трех человек. Каждый из них готов подвезти ребят на своей лодке. Тимоти говорит. Моя лодка самая лучшая. Я купил ее полгода назад и назвал в честь своей жены. Его сын Томас говорит. Моей лодке уже 10 лет, и она ни разу меня не подвела. А Моника, жена Тимоти, говорит. Моя лодка поддержанная. Но я знаю маршрут лучше всех. Поверьте мне. Только один из них говорит правду. Сможете ли вы угадать, кто? Взгляните на лодку Тимоти. Ее название Мишель, а не Моника. Что означает, что его история выдумка. Томас солгал о возрасте своей лодки. На ней есть дата 1980. Так что ребята должны отправиться с Моникой.